Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий, наконец-то, простой вопрос. Что такое сорокауста здравия? Это, друзья мои, некоторое такое молитвенное делание внутри Православной Церкви, которое совершают в течение 40 дней. Оно может быть двух видов, как минимум. Во-первых, сорокауст на проскомидию. Или на литургию, или на обеднюю, или, так называемое, бескровное. В сёлах, в провинциях очень много разных именований одного и того же явления. Записок, подаваемых на первую часть Божественной Литургии, на проскомидию. Когда священник вынимает с просворочки, частичку за всех тех, чьи имена он прочитал ваши записочки. Потом в конце проскомидии сыпает с дискоса, с такой маленькой деревянной тарелочки, на дискос. Потом, по окончании литургии, когда все причащаются, эти частички сыпает в чашу с кровью Христовой, с молитвой от «Мы, Господи, грехи, поминавшиеся с дем, кровью твоей честной, молитвами святых твоих». Это считается самым-самым-самым важным поминовением внутри Православной Церкви. Но бывают сороковосты ещё на псалтире, допустим, при монастыре или при любом другом храме, где есть человек, который читает псалтирь и на славах поминает о здравии и об упокоении тех, чьи имена вы пишете в своих записках. В монастырях здесь много-много-много-много монахов, может быть, даже неусыпаемый псалтирь. То есть каждый из монахов, или ира монахов даже, каждых час или каждых два часа в специальной часовеньке или в специальной комнатке молится о каждых из тех, чьи имена вы напишете в своих записках на псалтире. На первой славе – здравие, на второе – об упокоении, или наоборот, уже как там сами захотят. Каждые два часа меняется монах, получается, как минимум 12 монахов в течение суток должны помолиться. Поэтому, если в монастыре монахов 50 есть, вообще замечательно, псалтирь будет у них непрестанно, это точно. То есть, накопу, непрестанно читается, но разными людьми. Если вы думали, что один человек 24 часа в сутки не спит, то, наверное, ошибаетесь. Есть ещё саракуст простой, когда ты просто подаёшь записочку с именами оздравия или упокоения и даёшь в качестве пожертвования ровно столько, сколько можешь пожертвовать, и, может, даже ничего не подаёшь. Эти записки читает уже не священник, а читает панамари или дьякон, да, даже и священник, если честно, или священник один, вне проскомедийного поминовения, то есть, не вынимая из них частички. Подытожу. Первое, самое простое – это просто сараководство, когда просто панамар читает записки в алтаре на вечернюю службу или на литургии. Второе – чтение псалтирии, когда священник или монах читает ваши записки при чтении псалтири. И третье, самое главное, самое важное – поминовение на проскомедии. Первая часть или другие, куда за каждое имя вынимается частичка. О здравии или об упокоении. Собственно, вот это и есть саракаустом. Подавайте на саракаусты, это тоже очень важно для каждого из нас, особенно если ты сам молиться толком и не умеешь. Пусть хотя бы помолится за вас, батюшка. Хотя, все-таки скажу, важно учиться молиться и самому. Допустим, проскомедия совершается, ты берешь свой помянечек и в это время читаешь всех тех, кто тебе дорог, чтобы находиться в одном молитвенном пространстве друг с другом и со священнослужителем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...